Девушки отдыхают И сейчас вы поймете, о чем пойдет речь 29 стих Имеющий невесту есть жених, так говорит Иоанн Креститель А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха Сията радость моя, исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться Иоанн Креститель здесь говорит, рисует для своих учеников, для учеников Иоанновых, картину свадьбы И сразу же в их сознании, в их воображении рисуется картина, которая каждому из них была понятна и известна Они знали, что такое еврейская свадьба Мы, кстати, с вами не так много знаем о еврейских свадьбах Вот, это очень интересное мероприятие, мы немножечко коснемся этой темы сегодня И он говорит здесь интересную вещь Имеющий невесту есть жених И в данном случае, в данном контексте, если вы посмотрите, о чем здесь ведется речь Иоанн Креститель подразумевает и говорит об Иисусе Христе Он говорит о Христе Имеющий невесту есть жених, есть невеста Это был израильский народ, которому служил Иоанн Креститель И друг жениха Друг жениха То есть, по-нашему, это как будет? Дружка, да? Или свидетель, как правильно? Свидетель, наверное, по-русски будет свидетель А там вот, в Израиле-то называлось как дружок Дружочек, дружка Вот три персонажа у нас здесь всплывает Это невеста, это жених Точнее, жених, невеста и друг жениха И если вы посмотрите, вот, контекст того, о чем велась речь Ученики Иоанновы, они имели спор с иудеями об очищении То есть, у них был спор с иудеями об очищении Они спорили, дискутировали на эту тему И вдруг, как-то вот разговор резко поменялся Они подошли к Иоанну и стали говорить ему А ты знаешь, что вот тот, которого ты крестил Который был до тебя У него сейчас больше аудитория, чем у тебя Он сейчас больше собирает людей Он более крутой, чем ты Как ты вообще это допускаешь? Вы знаете, ученики Иоанновы Они, ну, у них такой дух конкуренции был Наравне, как и у учеников Иисуса Христа Ну, вы помните эту историю, когда они собирались Один по левую, другой по правую сторону сесть То есть, занять ведущие роли в Царстве Божьем Вот И вдруг резко разговор меняется Они говорят, ты знаешь, вот этот парень, которого ты крестил И на которого дух святой там сошел, да Он собирает гораздо больше людей, чем ты Иоанн им говорит, спокойно, ребята Спокойно Имеющий невесту есть жених А друг жениха, он радуется Он просто стоит в сторонке и радуется Ему должно расти, а мне умоляться Какое смирение Да ведь? Какое удивительное смирение проявляет Иоанн Креститель Здесь нет ни капли зависти, здесь нет ни капли конкуренции Здесь есть проявление божественного характера Иоанна Крестителя И это черта настоящего друга Настоящего друга жениха И проповедь моя так и называется Друг жениха Я вам сразу скажу, что это не моя личная проповедь Да, я просто буду ее сегодня ретранслировать Но пять лет назад это откровение, оно стало моим личным откровением И я думаю, что это будет очень полезно нашей церкви услышать И на мой взгляд, это будет продолжением того, о чем говорил Виктор в прошлое воскресенье Кто из вас помнит, о чем Виктор говорил в прошлое воскресенье? О боже мой, видел бы он эту картину То есть вам нужно перепроповедовать, что ли? Я вам не буду напоминать, пожалуйста, возьмите видео, пересмотрите Ну, зачем вам полтора часа здесь что-то говорят? Ну, чтобы вы помнили это слово Это же хлеб Это как у Задорного, знаете Или у Жванецкого, не помню В столовой поел, не помню Дома поел, помню Вы же не в столовой, вы дома Вы в доме Божьем Это первое мое обличение для вас, братья и сестры Смотрите, замечайте, как вы слушаете Будьте внимательны, я в конце проповеди переспрошу Вот так буду поднимать вас и спрошу О чем я проповедовал? Испугались? Я не буду так делать А может и буду Вот, проповедь называется «Друг жениха» Я немножко ее адаптировал под наши условия Условия российские Вот, добавил личных каких-то примеров Я думаю, что вам будет интересно Так вот, Иоанн Креститель Он был потомственным священником Он был, так скажем, из колена Аронова Его священство передавалось из поколения в поколение Вот, ты бы, может быть, и хотел стать, ну, там, пахарем Или рыбаком Но ты не мог Ты родился в священническом колене И эта обязанность, она переходила вместе с родством к тебе И он был таким профессиональным священником И по идее он должен был, ну, говоря современным языком Закончить библейскую школу Или теологический институт Получить степень бакалавра Степень магистра Вот, изучить, что такое сатериология Что такое экклезиология Что такое патристика Что такое пневматология Интересно вам это? Что такое эскатология Вот, он должен был все это изучить И потом, вот, он должен был выйти в красивом, прекрасном костюме Впереди еврейской общины и сказать Я готов служить вам Я знаю все о Боге Но вы знаете, вместо того, чтобы заканчивать библейскую школу Иоанн Креститель пошел в пустыню И его библейская школа, она проходила в пустыне Она проходила в пустынном месте И первый вывод, первый тезис, который мы должны для себя сегодня запомнить и записать Бог, если ты хочешь стать Его другом Или если Он хочет сделать тебя своим другом А Он этого хочет Он обязательно приведет тебя в пустыню Добро пожаловать в пустыню Почему-то слабая у вас реакция Пустыня прекрасное место Я был в двух из них В одной бы я не хотел быть Вторая мне понравилась Иудейская пустыня, она такая, знаете, жаркая очень Там такая высокая температура Летом там просто невозможно Просто невозможно Там 50 градусов Как эти бедуины там живут Вот слово бедуин, мне кажется, от слова беда, да? Вот Как они там находятся То, что они накопят Когда они копят воду Во время сезона дождей Эта вода стоит у них там в этих пластиковых резервуарах Над их домами И они пьют там все засушливое лето Эту воду, которую они накопили Вот У нас с вами кранчик открыл, попил Воду заказал куринскую Еще там какая, на ринго Че хочешь, то и заказываешь, да? Мы с вами в более прелегированном положении Поэтому мы не бедуины с вами Скажи, я не бедуин Конечно же, ты не бедуин Господь отправляет Иоанна Крестителя в пустыню И именно в пустыне ты становишься другом для жениха Другом жениха Я помню время нашей христианской молодости Когда, ну, я вот уверовал 25 лет назад Я, Виктор с Дианой, вот вы в 89-м году уверовали, да, Диан? А, Диана в 90-м, она на год помладше Вот, а Виктор в 89-м И я помню то время, когда церковь только начиналась Когда мы все были такие молодые и очень, и очень Я бы сказал, даже иногда чересчур горячие Мы пели такие песни, от которых, наверное, у вас бы У кого есть волосы, они бы вставали дыбом Вот, я не буду вам сейчас петь эти тексты замечательные Вот, но все было очень, 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 очень харизматично Очень сильно харизматично, да И, вы знаете, когда мы уверовали Когда вот этот вакуум, который находился внутри нас Эта пустота была заполнена Иисусом Мы были готовы ради Него буквально на все Даже на то, что не нужно было делать Некоторые наши поступки, они, ну, за них даже стыдно сейчас немного Но мы делали все это искренне и по-честному От всего сердца С искренними Бог искренне поступает И вот, вы знаете, у каждого, кто тогда уверовал и покаялся У нас не было и мысли, чтобы построить какую-то карьеру Чтобы чего-то там достичь в жизни Мы все поголовно хотели служить Богу Все, от мала до велика Ну, там в основном все были молодые Молодежь в основном была Мы все хотели служить Богу Все хотели стать служителями Все мечтали о том Мы будем апостолами Мы будем евангелистами Пророками, пасторами, учителями Мы все пойдем в библейскую школу Знаете, церковь была 300 человек там в начале 90-х Когда Виктор с Дианой приехали из Упсалы И там они закончили библейскую школу Здесь тоже началась библейская школа И сколько, вы думаете, было человек в библейской школе? 300 человек То есть все люди без исключения были тогда в библейской школе Когда у нас проходили конференции Мы собирали космос В космосе раньше было немножечко больше мест, чем сейчас По-моему, 1700 мест И у нас проходили конференции Проходило от трех до четырех собраний в день От трех до четырех собраний в день Четыре, три, четыре дня в неделю Там, например, с четверга по воскресенье У нас проходило где-то по двенадцать собраний Вот, а то и больше И вы знаете, на каждом служении Зал был полон людьми Полон людьми И прославление, знаете, там не надо было раскачивать людей Там спрашивать Как ты себя чувствуешь? Тебе плохо? Хорошо? Да хорошо себя чувствую, Иисус Господь! Халлелуя! Вот все вот такие вот были, знаете Все нормально Вот так вот оно все было И вы знаете, на каждом служении На каждом служении было Много-много народу Вот много народу То есть будний день или не будний Ну с работой плохо тогда было Вот, денег немного получал А что еще делать? В церковь ходить Вот вы ждете, когда у вас отнимут работу Нет? Когда будет с работой плохо Тогда вы в церковь придете Вы знаете, статистика показывает Я немножко удаляю сторону Но международные молитвы в Канзасе Они провели некую такую аналитику По соотношению уровня жизни И посещаемости церкви И они заметили, что в странах третьего мира В странах третьего мира Где плохо с работой Где плохо с зарплатами Ну где уровень жизни такой не очень высокий Там церковь всегда полна людьми Там все христиане горячие Они молятся Богу Они ищут Его лица Страны, где все уже более-менее хорошо Где нормальная стабильная работа Где тебе выплачивают регулярно зарплату Где есть в кране вода Где есть наличные деньги У вас у всех есть наличные деньги? У всех у вас есть наличные деньги? У большинства из вас У многих людей в мире нет наличных денег Просто нет, не существует У многих треть населения земли вообще нуждается в воде У вас есть вода Больше трети населения земли у них нет крова То есть они живут под открытым небом У вас есть кровь Каждый день Это такая печальная статистика Но 10 тысяч детей умирает ежедневно от голода 10 тысяч детей Детей, я подчеркиваю, не взрослых А детей умирает от голода на планете Земля ежедневно Пока я буду проповедовать Несколько детей просто умрет, их не станет Может больше, чем несколько Мы все живы-здоровы Сегодня позавтракали Все хорошо, да? Вот И для нас является настоящей жертвой Прийти на воскресное собрание И что-то здесь это поделать Руки поподнимать Послушать Я вот не знаю, что вы в прошлое воскресенье делали Где вы были Вы же здесь были Как вы забыли все, о чем Виктор проповедовал Да не забыли Вы не забыли, я вижу по вашему преданному лицу, что вы не забыли Вот, но Все остальные забыли Большинство, две трети забыло Я пожалуюсь на вас, Виктору Я ему расскажу это Где она расскажет? Это шутка, конечно Но в каждой шутке есть доля Шутки В остальное все правда Все остальное истина Так вот, вы знаете Нам хотелось служить Богу Нам хотелось служить Богу И я помню, мы с Галей тоже У нас была довольно хорошая работа У нас в начале 90-х была работа А кто тогда был молод Вы помните Насколько было сложно найти работу И насколько были низкие зарплаты Помните это время? Да? Помните Остальные тоже не помнят Тут что за поколение собралось-то? Вот Но я это время очень хорошо помню И У нас была хорошая работа Мы работали в театре эстрады Нам регулярно выплачивали зарплату У нас были хорошие перспективы Мы бы могли построить неплохую карьеру У нас был уникальный вокальный коллектив Их всего было два в стране Вот таких коллектив, как наш Было всего два Был в Санкт-Петербурге Это вокальный ансамбль «Дайджест» И наш был здесь Вокальный ансамбль Уральского государственного оркестра джазовой музыки Вот И мы пели на разных фестивалях И нам прочили успех Нам прочили продвижение У вас будет такая хорошая карьера Вы столько всего добьетесь У вас будет почет и уважение Но мы встретились с Иисусом Мы сказали Нам все это вообще не надо Мы хотим Ему служить И нас, мягко говоря, не поняли тогда Мягко говоря, нас не поняли Мы ушли тогда из театра И вы знаете, когда мы ушли из театра Это как будто ты ехал в поезде Знаете, в таком В купейном вагоне Вагоне-ресторане Кушал еду И тут тебя выкинули на полустанок На какой-то сырой Ты стоишь, думаешь Куда я вообще попал? Чего я в этом поезде не остался? Но у нас и мысли об этом не было Мы как будто бы вступили в пустыню Мы сказали Иисус, хорошо Вот, мы здесь Чего дальше-то? И я не хочу сказать вам Что пустыня Это приятное место Это неприятное место Это место Где тебя обжигает солнце Где есть разные там животные Которые хотят тебя ужалить Где есть недостаток воды Еды Общение В пустыне не так много людей В пустыне ты, как правильно Правило, одинок Ты испытываешь там одиночество Но мы нисколько не жалеем о том Что мы сделали этот шаг Мы приняли это решение Потому что это Формирует в тебе друга Друга Божьего Вы скажете, Бог, Он жестокий Нет, Он не жестокий Он не жестокий Он хочет из тебя сделать Человек С большой буквы Поэтому Он ведет тебя В пустыню Если ты не будешь Сопротивляться, конечно Господь говорит Я возьму тебя в пустыню И распну все твои желания Желания значимости Успеха Я сделаю тебя Своим другом И знаете, когда наступает Обряд бракосочетания Когда стоит невеста Стоит жених Стоит друг жениха Поодаль У него не возникает Мысли такой А что я с этого могу поиметь Но это же глупо Так ведь Что я могу с этого поиметь Как я могу построить на этом Какой гешефт С этого Какая выгода Это вообще не моя невеста И это вообще не про меня Это не мое событие Все это о нем Все это ради него Это из-за него все Из-за Иисуса Из-за жениха И я Как друг жениха Я буду делать Все самое лучшее Для того, чтобы ему было комфортно Для того, чтобы ему было хорошо Я буду исполнять его желания Я буду Подотчетен ему Я буду любить его Я буду помогать ему Я хочу послужить ему И когда ты становишься другом жениха Ты не думаешь А как далеко это может привести меня В моей карьере Чего я вообще достигну Вы знаете Христианство Вера Это Не средство Для достижения Этого мира Хотя Некоторые люди На этой земле Они делают из этого бизнес Они Как Написано У Клайва Льюиса В знаменитых письмах Баламута Когда старый бесискуситель Обращается К молодому бесу Гнусику Он там его наставляет Учит Как правильно искушать Он ему говорит Слушай Гнусик Там Если У человека Цель Это мир Сей А вера Это средство Для достижения Этого мира Он с потрохами Наш Даже не трать на него Время Он уже наш Друзья Вера Это не средство Для достижения Этого мира Вера Она направлена Целиком К нему Это для него Это не для нас Это для него Скажите аминь на это И мы не думаем Куда это приведет Меня в моей карьере Куда это меня Вообще заведет И знаете Вот я опять же Пример из 90-х Приведу Недавно было 20 лет Как появились Наши Дочерние церкви Церковь Самая наверное Старая Не старая Так нельзя сказать Старая Но самая Как правильно Сказать то Самая А? Взрослая Взрослая Вот мне подсказать Взрослая Это церковь В Нижнем В Нижних Серьгах По-моему В Нижних Серьгах Потом появилась церковь В Полевском Потом появилась Церковь В Азбесте Извините В Азбесте Азбест у нас Старожилы Вот И в Каменск-Уральском Недавно тоже праздновали 20-летие Можете позвонить Им поздравить Скажите Поздравляем вас С 20-летним юбилеем Так вот Вы можете спросить У этих миссионеров Как они вообще Себя чувствовали Когда ехали на миссию 20 лет назад Я знаю всех этих людей И все они Замечательные Талантливые люди И они могли бы Построить неплохую карьеру Они могли бы Чего-то достичь В этой жизни Но они Оставили все И они пошли В пустыню Они пошли на миссию И задайте им вопрос Вам легко было Все эти годы Вам легко сейчас Как вы вообще Себя чувствуете Вы когда не задаете Им вопрос Миссионерам Которые проповедуют Отсюда Как у тебя дела Вообще Как ты себя чувствуешь Как у тебя С деньгами Твои дети Не болеют Задавайте им Такие вопросы Спрашивайте их Об этом И Я вам хочу Сказать Что Они наверняка Не думали О том Куда это Их Насколько далеко Их заведет Это Какими звездами Они станут В христианском мире Они честно Год за годом Просто выполняют То Что Господь Повелел им выполнять Некоторые из них Не видят роста Не видят движения Они переживают Кучу разочарований В общем Они идут Просто по пустыне И не думают Как далеко Это их заведет В их карьере Авраам Это еще один пример Друга жениха Вообще В Писании Не так много людей Кого Иисус назвал Друзьями Не так много Мы о них поговорим Еще Так вот Господь сказал Аврааму Авраам Мне нужен друг Мне нужен Такой близкий Человек Который Возьмет Своего сына На жертвенник Занесет Над ним нож И покажет И покажет И покажет Этому миру То Что я Потом Смогу Сделать Со своим Сыном С Иисусом Христом Ведь фактически Вы знаете Авраам поверил Богу Это вменилось ему В праведность Что сделал Авраам? Он взял Все самое дорогое Что у него было Самое драгоценное В этом Сыне его Исааки Было средоточие Все его жизни Это то Чего он хотел То о чем он мечтал Всегда И он берет Вот Самое драгоценное Несет это на жертвенник Заносит Над этим нож Господь говорит Не, не, не Подожди Я усмотрел Другого Агнца Мой сын Пойдет На крест Мой сын Будет убит Ведь фактически То что сделал Авраам Позволило Богу Послать Своего сына Как велика вера Авраама А? Когда придете На небеса Пожмите ему руку Скажите Спасибо Авраам Тебе Не забудете? Вы на небеса Собираетесь? Но некоторые Собираются Вот Я собираюсь На небеса Я пойду туда Обязательно Чего и вам желаю Когда Авраам Нес своего сына На гору Господь назвал Его своим другом Пустыня Это место Где формируются Друзья И вот Знаете В церкви Есть три категории Людей Так скажем Можно их поделить Условно Три категории Это Дети Божьи Мы все с вами Дети Божьи Правильно? Сыны и дочери Так ведь? Можете на себя так показать Скажите Я сын или дочь Божья? Я сын или дочь Божья? Дети Божьи И их большинство То есть вот Детей Их большинство Есть вторая группа Мы условно назовем Эту группу Ученики Учениками Да? Этих людей уже поменьше Это та прослойка Церкви Которая Ну наверное 20% А то и меньше Людей Которые делают 80% работы В церкви Которые дают 80% всех пожертвований Которые везде Везде они Они везде Это как наш Богдан Он везде Вот он везде Богдан здесь Цементный завод Я Ликеро-водочный Я Ну простите Это из фильма Цитата Вот Везде Вот везде В каждой дырочке гвоздик В каждой дырочке гвоздик Вот И таких меньшинство Таких немного Их немного И они делают Основную массу Работы церкви Вот Но есть третья категория Которую мы условно Можем назвать Отцы Отцы Ботяне Вот И таких Абсолютное меньшинство В церкви Таких не так много И знаете Отцы Они формируются В одиночестве Они Формируются В изоляции И если Господь Захочет из тебя Сделать Духовного отца Он Обязательно Поведет тебя В пустыню И если ты там Сейчас находишься Радуйся Он делает Из себя Духовного отца Или мать Он делает Из себя Своего друга Ты Сеющийся Слезами Будешь С радостью Нести Свои плоды С радостью Ты будешь Радоваться Ты сейчас Слешь слезы А потом Ты будешь Радоваться Это принесет Мирный плод Праведности Обязательно В твою жизнь Пророчески Тебе говорю Это Потерпи Немножко Лет сорок Пятьдесят У кого Здоровье Покрепче Дети Рождаются В большом количестве Опять Возвращаясь Девяностые Я помню Сколько людей Пришло в церковь Тогда в Советском Союзе В странах Бывшего Советского Союза Был духовный вакуум Нам же говорили Что Бога нет Да И у нас была Одна идеология Коммунистическая Вот Мы верили Что Бога нет А тут нам сказали Что Он есть И у людей Этот голод появился Кто был на собрании Во дворце Профсоюзов В начале девяностых Вот есть такие старожилы Вот они тут сидят Вот там тоже Они есть И там вот есть Они да Человек 7-8 Вот осталось Как ковчеги их осталось И они помнят Они не дадут мне соврать Как проходили эти служения Дворец Профсоюзов Это сейчас нынешний Театр эстрады Там был большой зал Большой зал Один из самых больших залов В нашем городе И вы знаете Когда начинались Вангелизационные служения Ашеры То есть группа порядка Они прикрывали вход Потому что Натист толпы Был настолько сильный Они думали Что они все Сомнут Все снесут Так оно и было Там двери прям Выносили И зал был битком Битком Я вам хочу сказать Если собрать Всех людей Которые покались В нашей церкви У нас была бы Супер-мега церковь Мы еще снабдили Другие церкви Своими прихожанами Вот везде Куда вы не придете Вы увидите Наши люди везде Наши люди везде Слава Богу Что они в теле Христовом Что они в церкви Находятся сегодня Было очень много То есть детей Рождается много Но вот Я смотрю На Как в той песне Поет А сколько их нет Уже в живых Тогда веселых Молодых Смотрю А где они Где Кто куда девался Кто-то туда Кто-то сюда А учеников И отцов И друзей Мало их Человек восемь Осталось Это шутка Больше 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 конечно Итак Господь хочет Сделать из нас Друга И он ведет Нас в пустыню И когда ты Становишься Другом Жениха Когда ты Становишься Другом Божьим Зачастую Ты что-то Теряешь В этом мире Ты теряешь Своих земных Друзей Например То есть Кто из вас Переживал Такую вещь Когда вы Уверовали Когда вы Последовали За Иисусом Вдруг Ваше окружение Резко Поредело Ну каждый Кто искренне Верит Богу Он Как бы Кто руку Сейчас не Поднял У него Никогда Не было Друзей Видимо Вот Я лично Это переживал У меня Всегда Было Много Друзей Но Вдруг Я заметил Что я Не хочу Делать То что Я делал Раньше А это Именно То что Нас Объединяло С моими Друзьями И я Не хочу Больше Этого И у нас Нет Общих Интересов Я им Говорю Об Иисусе Они Меня Не слушают Мы с Галей Как-то Ездили На север И Служили В одной Церкви В нашей Дружеской Церкви И Там у меня Живет Один друг Он очень Богатый Человек Мой Одноклассник Очень Богатый Человек Состоятельный Можно сказать Что он был Моим другом Когда-то В детстве И Мы пришли К нему домой И Знаете Большую часть Дороги Мы молчали Мы не знали О чем Говорить И тут Он Выпил И начал Со мной Разговаривать Потому что Без спирита Ведь в миру Никакие разговоры Не ведутся Вот Он начал Со мной Разговаривать И говорить Мне Олежа Ты же Никогда Не был Можно я скажу Это слово Лохом Что с тобой Случилось Что с тобой Стало Парень Ты ведь Всегда был Такой Пронырливый Ты же Вообще Ты мог бы Стать Человеком Он показывает На кресло На которое Я сидел На прохине Он говорит Ты знаешь Кто сидит Сидел Вот там Где ты Сейчас сидишь И он Мне давай Перечислять Имена То есть Ну он там Владеет Одним бизнесом Вот И к нему Приезжает Много Знаменитостей Много Знаменитостей И он Мне давай Перечислять Там Вот батюшка Вот который Вот в этом городе Он самый главный И я ему Постоянно Деньги даю Он приходит Что ты думаешь Ему надо Отменять денег И я ему Эти деньги Все время даю И он сидит Вот такой Наливает И чем больше Он наливает Тем сильнее Его поток Речевой И мы сидим И друг друга Жалеем Он меня Жалеет Как бы На самом деле Я его Жалею Внутри Вот И я чувствую Мне как-то Неприятно Вот Ну Как-то Неловко Вот Я смотрю На все Вот это Богатство Которое Внутри На его Дорогой Дорогущий Автомобиль Вот И И мне хочется Спеть песню В противовес Вахтанга Какие Кабидзе Пускай я денег Не скопил Мои года Мое богатство Вот Кажется Что все Что ты накопил В жизни Это твои года Межпозвоночную Грыжу И другие Заболевания Это Итог твоего Служения Вот Когда слушаешь Такое Знаете Сидишь Ты думаешь Господи И тебе Хочется Вдруг Ты понимаешь Что Ну вот же Человек Дурака Не валял Работал Заработал Столько денег Сейчас счастлив Доволен Церкви помогает Деньги дает Все у него хорошо А ты тут Трудишься Пашешь Молишься Переживаешь Постоянно Что-то Прославление Проводишь Прибыль От этого Никакой Может Все напрасно Может Все зря Нет Не зря Не зря Есть Другие вещи Ради которых Стоит жить И я Очень благодарен Богу За то Что меня Окружают люди Для которых Главной ценностью Является Вечная ценность Иисус Иисус Наша вечная ценность И как поется В детской песенке О Господь Ты всего дороже Всех сокровищ Этой земли Ты прекрасней Радужных бриллиантов И все В чем я нуждаюсь Это Это ты Иисус Это ты Ну вот Мы расстались С этим Моим другом И я понял Что Мы больше с ним Наверное Никогда не Увидимся Больше никогда Не увидимся Потому что Нас ничего Не объединяет И Как бы я ему Не проповедовал Не говорил Для него Мерилом жизни Является Материальное богатство Если ты Достиг чего-то В этом смысле Ты для него Человек А если нет То ты Плебей Все рабы Так и думают На самом деле А И Вы знаете В служении Есть Так скажем Видимая часть Есть часть Невидимая Это наша молитва Наша молитвная жизнь Есть часть Видимая Так скажем Профессиональная часть Вот Я вот думаю Какова Вот эта Видимая часть Например Пастора церкви Да Пастор церкви Он должен думать Об очень многих вещах На нем Очень большая ответственность Кто из вас Это понимает Вот на пасторе Большая ответственность Поэтому За пастора Нужно молиться Побольше Молиться Нужно побольше Вот И Ну какова ответственность Ну вот это здание Это ответственность Скажите Приобрести Вот это здание Это ответственность Содержать это здание Тоже ответственность Потом выпуск различных книг, CD, интернет, пространство. Следите, сколько у тебя лайков на Фейсбуке, на Ютубе. Сколько у тебя просмотров. Сколько, кстати, у нас сейчас смотрят богослужения. Сколько людей там задействовано. Всем привет, кто смотрит нас. Мы очень рады вас видеть. Знаете, как на программе, как же она называется, поле чудес. Хочу передать привет жене, дочери. Передаю вам привет. Спасибо. Передаю привет жене и дочери. Они немного занемогли, поэтому они сегодня не пришли. Смотрят онлайн. Смотрите, смотрите, слушайте внимательно. Вот есть эта видимая часть. Вот эта видимая часть. И поскольку в каждом человеке есть желание быть значимым. У каждого же есть, да, это желание. Ну, не то, что ты хочешь. Я хочу быть кухтя-кухтей, чтобы на меня никто внимания не обращал. Чтобы все видели, какой я вообще, ну, такой невзрачный, слабенький, некрасивый. Вот. Нет. У нас есть внутри это желание значимости. И в этом нет ничего плохого. Но зачастую из-за этого желания мы хотим сделать какую-то карьеру. Мы хотим чего-то достичь. Особенно я это замечаю. Я замечаю это вот в тех церквях, которые вот основаны, так скажем, на площадке реабилитационных центров. Там собираются молодые люди в основном, которые были подвержены наркотической зависимости. И вот они прожигали всю свою молодость. Они прожигали всю свою жизнь. И вдруг они протрезвели. И вдруг они поняли. Жизнь-то уходит. Надо наверстывать упущено. И они начинают там делать бизнес и ты-ды-ды. И иногда это выглядит немножечко смешно. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо. То есть нужно работать, нужно трудиться, нужно наверстывать упущено. Но иногда это выглядит немножечко смешно, потому что они начинают конкурировать друг с другом. Они начинают хвастаться. Смотри, а у тебя не так, а у меня вот так. Ты столько денег заработал, а я вот столько денег заработал. И люди совершенно уже по-другому выглядят. Раньше он был там Вася Пупкин, который вот чуть не помер. А здесь он уже Василий Пупанович, например, такой. То есть, ну, он уже такой человек с большой буквы. В.П. Он не просто человек, он уже человечище. Он чего-то достиг в своей жизни. И к нему уже вот на кривой не подъедешь. Как пастор любит это, приводить этот пример, который сказал Алла Пугачева. Когда человек достигает чего-то, какого-то состояния, с ним нужно заново знакомиться. И вот даже в церкви такое случается, что некоторые люди теряют простоту во Христе, и с ними нужно заново знакомиться. Здрасте! Как Вас зовут? Давайте познакомимся. Это глупость, конечно, большая. Так вот, есть это, видимо, отчасти из-за того, что у нас есть желание значимости. Иногда люди хотят построить какую-то карьеру на этом. Но, вы знаете, вот лично мне, мне без разницы, сколько у меня лайков на Фейсбуке, сколько у меня просмотров на Ютубе, есть ли у меня Инстаграм, и сколько у меня фолловеров в Твиттере. У меня нету ни Твиттера, ни Инстаграма, и не бросайте в меня камни. А кто-то посмотрит и говорит, что это плохо, это недосмотр. А мне все равно, есть у меня Твиттер или нету. Нету. Один такой христианский лидер, он сказал, если тебя нет в интернете, тебя нет нигде. Я вам скажу, неправда. Я есть, я существую. Бога тоже нет в интернете, понимаете, его нет в интернете там. Наберите Джизус Крайст, и его там нет. Но он здесь есть, вот внутри. Внутри. И, знаете, для меня гораздо важнее, как он лайкнет меня. Будет ли он моим фолловером? Кажет, о, молодец. Подражайте его вере, как он подражает Христу. Такой твит, подражай ему вере, хэштег. Как он Христу. Некоторые люди, они просто повернуты на этом. Знаете, вот сколько у меня лайков, сколько у меня просмотров, сколько у меня твитов, сколько у меня того-сего. И вся жизнь их в этом проходит, вся жизнь. Они как будто вот, ну, забери эту штучку, и они будут, как дитя заплачивать. Забрали игрушку. У некоторых бы поднимал бы я эти гаджеты. Просто отнял бы и отправил в лес, в поход. Где нет интернета вообще, где ничего не работает. То есть я не хочу сказать, что это не нужно. Это нужно. Но всему есть, знаете, свое разумное какое-то, ну, своя разумная граница. У нас есть эта видимая часть. И зачастую Господь, Он забирает нас из всего этого и приводит нас к Кресту. Где все наши желания, они просто распинаются там. И где ты начинаешь вопить. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Я хотел одного, а получилось совсем другое. Кто понимает, о чем я говорю? Некоторые есть понимающие люди. Я хотел одного, а получилось совсем другое. Мы иногда упрямо движемся, не в том направлении. Знаете, что такое грех? Как переводится слово грех? Одно из определений. Пройти мимо цели. И мы упорно движемся. Вот нам надо туда идти. Туда нам не охота. И мы оттуда. Он нас туда тянет, а мы оттуда уходим. А нам надо туда. И знаете, иногда как будто ты на резинках притянут. И тебя вот, знаете, когда резинку натянешь и потом отпускает. И тебя так... И ты вот такой вот висишь там. Тебе больно, тяжело. Лучше самостоятельно туда идти. Принеси себя в жертву живую, апостол Павел говорит. В жертву живую, благую, угодную. Богу для разумного служения. Сам иди туда. А не жди, когда тебе резинка выстрелит. Пау! Но есть очень упертые персонажи. Есть очень упертые. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И как я говорил, есть немного людей, которые в Писании названы друзьями Божьими. Немного людей. Это Авраам, это Моисей, это Иоанн Креститель и ученики. И у Бога много слуг, но не так много друзей. Господь друг для миллионов людей. Для миллионов. Но у Него не так много друзей. Это звучит парадоксально немножечко, да? Потому что только от Иисуса зависит, назовет ли Он тебя своим другом. Ты не можешь сам себя назвать. Я друг Иисуса. Я друг Иисуса, смотрите на меня. Я друг Иисуса Христа. Мы это понимаем не потому, что ты нам это сказал, а это как-то вот твоя жизнь показывает. Это Иисус должен сказать. Это мой друг. Это мой друг. Ты не можешь сам себя назвать другом. Павел никогда о себе не говорил. Я друг Иисуса Христа, призванный апостолом. Он говорит, я раб или слуга. Дружить всегда подразумевает некую историю. Историю между вами. Есть общие цели, которые вы разделяете. Есть ценности, чувства, честь. Время, проведенное время. Вот таким образом дружба и созидается. Это порождает привязанность. Ты уже просто не можешь без этого. Ты не можешь без близости с этой личностью. Ты не можешь жить по-другому. Дружба – это когда есть некое увеличение подотчетности между вами. Между вами. Что значит быть другом жениха? Давайте мы посмотрим в корень. Мы все с вами являемся частью невесты Христовой. Так ведь? Мы все с вами невеста. Я с одним своим другом на эту тему дискутировал. Он говорит, да, я верю, что мы как церковь невеста. Но сам я никакая не невеста. Вот. И не говори мне больше об этом. И он так это сказал, что я понял. Лучше ему об этом не говорить. Но меня не смущает, что я персональный, я невеста Иисуса Христа. И у меня будет с ним брачный пир однажды. Я буду на брачном пиру корпоративно с невестой Иисуса Христа. И лично там буду присутствовать. Вы знаете, что будет брачный пир или нет? Знаете, чем все дело-то закончится? Весельем. Пиром. Там хорошо будет. Там вино будем небесное пить. Хлеб небесный кушать будем. Веселиться. Там сочетание. Это будет самая потрясающая свадьба, которая когда-либо происходила во вселенной. Когда невеста будет сочетаться со своим женихом. Слава Богу. Я жду этого очень сильно. Итак, у вас есть своя личная история, как дружба формируется. У вас должна быть личная история и увеличение подотчетности. Мы все с вами являемся невестой Иисуса Христа, но по своей функции, по своему призванию, мы также являемся Его друзьями. То есть мы также являемся Его служителями, да? Но то, что касается личных отношений между женихом и невестой, то Царь Небесный, он не нуждается, чтобы ему кто-то в этом помогал. Знаете, когда наступает брачная ночь, жениху уже не нужно, чтобы ему кто-то помогал. Он сам со всем прекрасно справится. Чего вы так голову-то опустили? Вы же все взрослые люди. Царь Вселенной не нуждается в помощи, в любовных отношениях. Друг имеет связь не с невестой, он имеет прежде всего связь с женихом. Прежде всего, моя преданность, она не к невесте, моя преданность к жениху. И отсюда потом исходит моя преданность к невесте. Если что-то наоборот происходит, ну тогда это неправильно. Я вам хочу сказать одну крамольную вещь такую. Крамольную вещь. Иногда мы обожествляем церковь. Мы обожествляем. Вот церковь, церковь. Церковь это хорошо. Жених лучше. Он больше. Не невеста для жениха, невеста для него вообще-то. И ты тоже для него. Все от него, и мы к нему. То, что у Иисуса с невестой, это личное. И однажды Иисус пришел в храм, помните эту историю, да? Он сделал бич из веревок, и он изгнал всех торгующих. Он взял их и выгнал. Потому что он сказал, ребята, это не бизнес. Здесь сугубо личные вещи происходят. И не нужно из этого делать бизнес. Помните, откуда эта фраза, да? Из крестного отца. Ничего личного, только бизнес. Так вот, то, что касается его невесты, это сугубо личная вещь. И вы знаете, Иисус имеет невесту. Он обладает ей. Он живет ради нее. И наш жених с вами, он собрался в путь и ушел на небеса. Но однажды он собирается, что сделать? Вернуться. И он как бы говорит, мне нужен тот, мне нужны те, кто присмотрит за моей невестой. Кто будет за ней присматривать. И кто же это такой? Это мой друг. Тот, кому я могу доверять. Он будет служить невесте, пока меня нет. И будет ли он использоваться личной выгодой от невесты? Задача друга-жениха это подготовить невесту к возвращению жениха. И у невесты есть одна проблема. Она вся горит внутри. Она полна страсти. Она полна желания соединиться с Богом. И в нашей душе, знаете, есть очень ограниченное пространство для страсти. Очень ограниченное. И вот то, куда мы эту страсть направляем, это поглощает нас полностью. Но вот я никогда не видел, чтобы человек, вот, например, был игроманом, да, и хорошим христианином. Но не бывает же так. Или вы знаете таких? Вот он сидит целыми днями там в игры играет, там в казино, онлайн-казино посещает. И христианин тоже хороший. Много молится, много трудится, на миссионерских поездках служит. Но не бывает такого. То, чему ты уделяешь время, то, во что ты вкладываешься, ты отождествляешь себя с этим. Вот и невесте нужно куда-то эти чувства излить. То есть куда-то их проявить нужно. И вот она выходит вечером из своего дома и видит, идет парень. Такой красивый, загорелый, мускулистый, с такой улыбкой. Идет с такой походкой. И она смотрит на него. Это тот, кого я ждала все это время. Это он. Это он. И тут подходит друг жениха и говорит, слушай, а ты знаешь, что этот парень только что освободился? Он сидел за изнасилование. И он только-только освободился из тюрьмы. Он говорит, да? А по нему не скажешь? Такой красивый, такой хороший, такой замечательный, такой удивительный. Не-не-не-не-не, говорит. Ты что-то перепутала. Ты что-то перепутала. Давай-ка вспомним, с кем ты обручена. Он самый богатый? Ага, самый богатый. Он тот, перед кем склонятся все цари и будут желать его уйденцы? Ага. Он тот, кто держит весь мир в своей руке? Да, это Он точно. Он прекрасный сынов человеческих? И когда Он говорит, твое сердце тает, как воск. Да-да-да, это Он. Это Он. Как же я забыла. И знаете, жених, он начинает переформатировать сознание невесты. Он говорит, не-не-не, ты не туда смотришь. Посмотри-ка вон туда. Вспомни, 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 для кого ты? Для кого ты создана? Кто является желанием твоего сердца? И вот невеста, она отвлекается на другие вещи, а друг жениха рисует его картину, и он готовит ее сердце для его возвращения. И я бы сейчас хотел, чтобы мы с вами обратились к жизни Иоанна Крестителя. Вы не устали еще? Нет, нормально. К жизни Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он был очень интересным другом жениха. Если бы он жил в 21 веке, мы бы назвали его фриком. Ну, Jesus freak такой он был. Почему? Ну, потому что место, где он проповедовал, оно было в трех днях ходьбы от столицы. Выглядел он ужасно, но он был без одежды. Просто у него была набедренная повязка, длинные волосы. Ел он отвратительно, у него была ужасная диета, он ел акриды и дикий мед. У кого из вас есть друзья, которые находятся на такой диете? Жалко? Что нет. Может быть, это самые нормальные люди на планете Земля. Я жутю, конечно. И знаете еще что? Он своих прихожан называет змеями и порождениями Ехиднины. Хотели бы вы иметь такого пастора, который бы выходил и говорил, вы змеи и порождения Ехиднины, блудники, грешники. До вас бы на следующее воскресенье никого здесь не осталось. Вы бы, наверное, ушли бы отсюда. Так или нет? Нет, говорят. Можно поэкспериментировать. Так вот, знаете, Иоанн Креститель, он не читал книг о росте церкви. Он не читал книгу «21 шаг для мгновенного роста церкви». Он не был на лидерских саммитах. Он был в пустыне. Он все это время был в пустыне. И некоторые служители могли бы приехать к нему и сказать, Иоанн, слушай, твое служение очень сильно возрастет. Ты вообще классный проповедник, очень интересный. Но тебе нужно сделать четыре вещи. Четыре вещи. Первое, что тебе нужно сделать, тебе нужно перенести свое служение в столицу. Тебе нужно в центр. Но ты только подумай, если ты в столицу перенесешь свое служение, твои пожертвования сразу возрастут. Людей, потому что больше станет. А что такое увеличившее пожертвование? Это влияние, это власть. Ты столько сможешь миссионеров отправлять. Да мы с тобой вообще этот город с ног на уши поставим. Мы такое пробуждение забабахаем. Нам все завидовать вокруг будут. Все будут приезжать к этому великому пробуждению и говорить, о, как здесь хорошо. Сколько здесь людей? Какие здесь пожертвования? А какой проповедник? Удивительный. И они дают ему такой совет. Он говорит, а-а. Говорит, ну ладно, но тогда хотя бы перестань есть всякую ерунду, потому что ты из-за этого выглядишь не очень. Ты же должен быть таким, ну, свежим, подкачанным. Таким мощным. ты настоящим проповедником должен быть. А-а. Говорит, ну тогда хотя бы оденься, оденься, подстригись, оденься, сбрей себя эти ужасные волосы. Ну, будь ты человеком, ну, на тебя же смотреть страшно. Люди шарахаются от тебя. Говорит, неа. Ну, Иоанн, перестань своих прихожан, они три дня к тебе идут, а ты их змеями обзываешь. Ты их обзываешь порождениями ехиднины. Такая форма мазохизма, да, ты знаешь, что тебя ждут, ты все равно идешь на это собрание, и там тебя называют тем, кем ты являешься на самом деле. перестань оскорблять людей, но ведь ты теряешь аудиторию, люди тебя оставляют. Он говорит, нет, ребят, не, 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 это вообще ни о каком, ни о бизнесе, это сугубо личная вещь, сугубо личная вещь. Бог призвал меня в пустыню, и я служу здесь. И он дал мне задание крестить людей и готовить путь для его второго пришествия. Это то, чем я здесь и занимаюсь. Это мое призвание, это моя цель, это моя задача. И это лично между ним и мной. Поэтому я ничего менять не буду. Наверное, мы бы с вами не пригласили Иоанна Крестителя проповедовать в нашей церкви, равно как и Иезекииля тоже. Потому что они были немножко странные люди, так ведь? Так или нет? Ну, включите воображение и подумайте над этим. Иоанн настоящий друг жениха. Иисус ищет людей, которые были бы преданы ему. И, знаете, я думаю, что каждый проповедник или прославляющий, человек, который стоит за кафедрой, он сталкивается с определенным искушением. Какого рода это искушение? А что обо мне скажет невеста? То есть, она скажет обо мне или о нем? Обо мне или о нем? После служения люди к тебе подходят и говорят, какая классная проповедь. Это был голос не человека, это был голос Бога. Наш служитель, это просто что-то с чем-то. А какой красавчик он! Он такой очаровашка! Мы все потрясены им! Друзья, это все не о служителях, это все о нем. Это не о друзьях речь, это о нем речь. Я не говорю вам о том, что мы должны пренебрегать служителями. Не об этом речь сейчас идет. Но вы знаете, когда, я помню одна женщина ко мне подошла много лет назад, это еще было на Селькоровской, я помню, я спел высокую ноту. Вот певцы, они понимают, Диана, ты же знаешь, что такое высокая нота, да? Ты спел высокую ноту, и как бы у тебя такое, хорошо же спела. Какой я молодец! Какой я вообще классный певец! И одна женщина ко мне подошла после служения и говорит, слушай, говорит, странно тебя здесь видеть, ты должен петь не здесь, по тебе плачут большие деньги, парень. И знаете, у меня все внутри съежилось, думаю, Господи, что я сделал не так? Для этой женщины была важна вот эта верхняя нота, А насколько ей важен Иисус? Ведь это все не об этой высокой ноте, пропадя на пропадом. Нет, пускай останется, конечно. Но для его цели, его задачи. Вы знаете, человеку, который стоит за кафедрой, он испытывает это искушение, и ему надо как бы обезьядиться, чтобы не принимать то, что ему не принадлежит. Может быть, поэтому Господь не дает нам своей славы. Мы так мало славы Божьей видим сегодня. Почему? По одной простой причине, потому что он своей славы не хочет отдавать никому, никому, никакому человеку, никакой группе людей. Вся слава принадлежит только ему. Только ему одному. Он достоин всей славы, он достоин всей чести, он достоин, он один достоин. Скажи, он достоин, Аминь Бог не отдает своей славы никому Мы с вами склонны Вот люди, которые, не мы с вами, а люди, которые стоят за кафедрой Мы как бы склонны притягивать внимание невесты Склонны Нам сложно быть прозрачными Сложно быть прозрачными Чтобы вот было видно не нас, а было видно его Но мы стремимся Мы к этому идем семимильными шагами, я надеюсь Если вы захотите поблагодарить меня за служение Ничего, не стесняйтесь, подходите Благодарите Слава Богу Но помните, что это не из-за меня и не обо мне Это все о нем, друзья Это все о нем Все от него, им и к нему Я хочу вам показать пример настоящего друга, жениха Давайте Исфирь 2.15 откроем Исфирь 2 главу 15 стих Исфирь 2 глава 15 стих Можно показать на экран Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мордахея Который взял ее к себе вместо дочери идти к царю дальше Тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай Евнух царский, стражен И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех, видевших его Я прошу обратить ваше внимание Исфирь не сделала ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай Евнух царский Вот этот самый Гигай Это пример, яркий пример друга, жениха В чем состояла задача Евнуха? Его задача была, заключалась в том, чтобы подготовить к невесту к свадьбе Зачем царю нужны были Евнухи? Зачем царю были Евнухи? Ну потому что у царя был очень большой выбор Тогда была полигамия У Соломона аж вон, сколько жен было Аж 700 И 300 наложниц Но жен 700, то есть он был примерный семьянин Жен было 700, наложниц 300 Как он с ними со всеми управлялся, не представляю Но это был гигантский мужчина, конечно У него был очень большой выбор у царя И кому он мог доверить этот гарем? Кому? Молодому красивому парню? У которого там гормоны бередят его сердце? Евнуху он мог доверить это Почему? Потому что у Евнуха было обрезано все то, что его могло связывать с невестой Ну я буквально вам говорю И эсфирь была прекрасна Но Евнуху было все равно Насколько она прекрасна Он не желал ее Он не желал ее Евнух это был человек, который обрезан был от своей жизни Царь открывал гигаю Какие-то интимные подробности Он звал его к себе И говорил На ушко так Гигайн, ты знаешь Мне нравится вот это, вот это Чтобы вот так вот было И вот так Ну это так было Он говорил ему о каких-то тайных вещах Которые мог доверить только ему И гигай, он прекрасно знал О всех желаниях царя Он знал то, что ему понравится И то, что должен делать друг жениха Он должен знать Что понравится ему Что понравится царю Он открывал ему некие интимные подробности Какой он хочет видеть невесту И все, что нужно было гигаю Он получал от царя Он получал от царя Пищу надо было Вино надо было Но ему не нужна была невеста Ему она была не нужна Он от нее ничего не хотел Он не хотел делать на ней никакого бизнеса Невеста ничего не могла дать гигаю Ничего Можно выйти? Илья, спасибо Невеста ничего не могла дать гигаю Он был евнухом Он был настоящим другом И он сделал все так, как хотел царь И когда эсфирь вошла в присутствие царя Это было опасно Вы помните, да? Это было опасно Царь протянул к ней свой скипетр Свой жезл Что означало его полнейшее благоволение Он говорит, как ты прекрасна, невеста А друг жениха стоял в сторонке И радовался Ему понравилось Все хорошо И вы знаете Я думаю, что Господь хочет Чтобы у него было много друзей Чтобы вот здесь сидели Друзья жениха Чтобы здесь не были просто сыны и дочери Божьи Чтобы мы были его друзьями Были его отцами и матерями духовными Но всем нам нужно будет пройти через одно место Которое нам не нравится Если ты там еще не был Ты туда попадешь И может быть не раз Но при этом Ты не будешь Злословить Бога И говорить Затем ты это сделал Ты будешь благодарить Его Ты будешь благодарить Его Как Иев сказал Господи А я и не знал, что ты такой Только пройдя через все это Я понял Кто ты есть Каков ты Я знаете Смотрел Читал Свидетельство Артура Симоняна Его дочь умерла От рака Это очень сильно Потрясло их И он сказал Вы знаете Раньше я Сочувствовал тем Кто У кого Дети умерли От этой болезни Кто страдал От этой болезни А теперь я знаю Что они чувствуют Я теперь знаю Что такое чувство потери И я по-настоящему Могу сострадать этим людям По-настоящему Он говорит Артур рассказывает Что Господь ему Когда-то показал Такое видение Что Многие христиане Едут в таком Прекрасном поезде В таком Красивом Прекрасном поезде Они едят Вкусную еду Там Такая красивая Музыка Звучит И Вдруг он увидел Говорит Что мы были вырваны Из всей этой красоты И вся наша семья Оказалась в пустыне Мы были вырваны Из этого поезда И вдруг Не стало Ни этой красивой еды Ни этой красивой музыки Все что мы Ощущали Это чувство Оставленности Потерянности Растерянности Они оказались В пустыне И может быть Кто-то из вас Сейчас проходит Через подобную пустыню А может быть Кому-то из вас Предстоит туда войти И я умоляю вас Когда вы там Окажетесь Продолжайте доверять Богу Продолжайте любить Его Аминь Давайте помолимся Сидите пожалуйста На своем месте Будем молиться Драгоценный Драгоценный Господь Мы Твоя невеста Господь Мы Твоя невеста И мы С нетерпением И трепетом Ожидаем Того времени Когда мы Будем сочетаться С Тобой На небесах Когда Придет эта Вечная радость Господь Когда мы Всегда с Тобой Будем Когда мы Будем Познаны Подобно Познаем Тебя Подобно Как мы Познаны Господь Когда мы Увидим Тебя Лицом к лицу Когда наши Глаза Увидят Глаза Царя Мы Ждем Этого Времени Господь Мы Ожидаем Тебя Дух Святой И мы Просим Тебя Вот этот Период Когда мы Находимся Здесь В нашей Земной Жизни Сделай Нас Твоими Друзьями Господь Сделай Нас Твоими Отцами И Матерями Господь Не Дай нам Противиться Твоей воле О нас Если Ты Ведешь Нас В пустыню Если Ты Ведешь Нас Ко Кресту Если Наши Планы Рушатся Господь Если Наши Надежды Умирают Господь Дай нам Просто Покориться Тебе Как Покорился Авраам Когда Взял Своего Сына Занес Над Нем Кинжал Дай нам Эту Благодать Повиновения Подчинения Господь Дай нам Быть Церковью Твоих Друзей Отец Не Просто Толпой Людей Сочувствующих Христианству А Группой Людей Которые Являются Твоими Друзьями Отец Твоими Отцами И Матерями Господь Благослови Отец Благослови Господь Мы Благословляем Всех Служителей Господь Которые Служат Нам Благословляем Именем Иисуса Христа Господь И мы Благодарим Тебя Господь За Твоих Друзей Отец Которые Служат Нам Мы Благодарим Тебя За Пастора Отец Благодарим За Твоего Друга Господь Который Обращает Наше Внимание Господь На Тебя Который Ведет Нас К Тебе И Говорит Нам Посмотрите Каков Он Посмотрите Как Он Прекрасен Посмотрите Как Он Удивителен Благодарим Тебя Господь Спасибо Тебе Иисус Благослови Отец Благослови Благослови Какой Ты Господь Подкрепи Дух Святой Подкрепи Подкрепи Господь Подкрепи Тех Господь Кого Этот Солнечный Зной Одолевает У кого Сердце Уже Как Исохшая Высохшая Земля Господь Кто Жаждет Воды Кто Как Лань Которая Бежит Потоком Воды Коснись Дух Святой Коснись Отец Приведи Нас К Господь Славим Тебя Любим Тебя Благословляем Имя Твое Слава Тебе Иисус Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Тебя